В эфире итоговая информационная программа «Неделя города». В этом выпуске мы познакомим вас с наиболее актуальными и интересными событиями этой недели. В студии Алена Куколева. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Рекорд 20-летней давности. Суперурожай рязанских аграрий в этом году отметили на большом празднике. Разборки на дорогах. Или чем отличается человек от обезьяны. 700 тысяч экземпляров за несколько часов. Кто стал первым обладателем модного аксессуара в день рождения нейлоновых чулок. Два новых детских сада откроются в Рязани в 2016 году. Здания этих дошкольных учреждений уже возведены. Сейчас в них активно ведутся строительные и отделочные работы. Благоустраивается прилегающая территория. Группы планируют набрать уже в начале следующего года. Сразу два детских садика начнут работать в Рязани уже после новогодних праздников. Губернатор Олег Ковалев осмотрел оба объекта и оценил ход их строительства. Один из них находится на Михайловском шоссе. Это детский сад номер 34. Здесь планируется открытие 10 групп общеразвивающей направленности. Две из них для детей от 2 до 7 лет, пять групп для малышей от 3 до 5 и третья группа для детей постарше от 5 до 7 лет. Всего сад сможет принять около 250 воспитанников. Запись откроется с 1 декабря. На Михайловском шоссе появление такого дошкольного учреждения было необходимой мерой в связи со строительством целого жилого микрорайона. Второй объект находится на Первомайском проспекте. Детский сад номер 33 немного меньше. Он рассчитан примерно на 120 мест. Здесь будут заниматься дети от 2 до 6 лет. Учреждение будет оснащено всем необходимым. Оно практически полностью удовлетворит потребность в получении дошкольного образования детям, проживающим в этом районе. Запись в сад будет открыта уже с 1 ноября. Средства на строительство обоих садов выделялись из городского бюджета. Вместе с тем поступали субсидии и из федерального. Уже в начале следующего года оба учреждения откроют свои двери для юных рязанцев. Губернатор заявил, что со следующего года в рамках очередности начнутся работы по реконструкции школ города и области. В Рязанской области активно реализуется программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день в регионе расселено более 3000 граждан и построено 56 тысяч квадратных метров нового благоустроенного жилья. Аварийные дома являются одной из основных проблем современных городов. В таких постройках людям живется очень нелегко. Для граждан, которые проживают в аварийных домах, предусмотрена программа переселения из ветхого жилья. Так в рабочем поселке Ворские на смену уже непригодным домам пришли современные многоквартирные новостройки. В целом, значит, по Ворсковскому сельскому поселению было 4 многоквартирных жилых дома, признанного аварийными. Значит, 51 семья. Из них сейчас два многоквартирных аварийных жилых дома расселены и получили благоустроенное жилье. Вот здесь буквально рядом находится школьный дом 9. В Рязанской области программа по расселению из аварийного жилья рассчитана на 5 лет. Уже сейчас можно говорить о том, что программа будет выполнена в срок. По данным государственной корпорации, в фонд содействия реформирования ЖКХ работы в регионе идут даже с опережением. Чему несказанно рады жители поселка Ворские, которые уже переехали в новое жилье. По словам новоселов, сравнивать старые условия проживания с новыми не имеет смысла. У некоторых не было даже коммуникации, потому что старое общежитие было, поэтому не у всех были даже коммуникации. В туалет некоторые ходили в общий. Общий туалет был и ванна. Ну просто вот. А сейчас что же у каждого туалета, у каждого ванна. Горячая вода в любое время. Всего в поселке Ворские будут построены три малоэтажных дома, в которые переедут 25 семей. Как отметил Сергей Семенов, качество выполнения строительных работ проходит на высшем уровне. Рязанские аграрии обновили рекорд более чем 20-летней давности. В области уже собрано свыше полутора миллионов тонн зерна. Сегодня агропромышленный комплекс работает так, что не просто хватает на нужды региона. Можно накормить еще один такой же. И это при том, что Рязанская область – это зона рискованного земледелия. Рекордный урожай аграрии в этом году отметили на большом празднике. В честь окончания сезона сбора урожая в регионе проводят День работников сельского хозяйства. Олег Ковалев поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также наградил передовиков. Выступая, губернатор отметил, что рекордные показатели этого года подтверждают – АПК является перспективной отраслью в регионе. В этом году на ее поддержку было направлено 3,7 миллиарда рублей. Проблема импортозамещения стала стимулом для рязанских аграриев по развитию многих направлений деятельности. Это хороший результат. И с учетом того, что на ценовом рынке спада нет, и мы можем продать по достойным ценам ту продукцию, которую произвели, я думаю, что крестьяне чуть-чуть укрепят свой потенциал. Это очень важно. Ну и естественно, у нас заработная плата подросла тоже в аграрном секторе. Сегодня высококвалифицированные зарабатывают на уровне горожан, будем говорить так. По-прежнему остается актуальным вопрос привлечения молодых специалистов в агропромышленную отрасль. Олег Ковалев отметил, что необходимо изменить систему профобразования для привлечения молодежи на работу в сферу сельского хозяйства. Большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры и дорог в сельской местности. Уже запущены программы интернетизации малых населенных пунктов с численностью населения от 250 человек. Предстоит решить большие задачи по увеличению производства продукции. Мы можем это делать. Первая цель – это, наверное, в будущем увеличить наше производство зерна, довести его до 2 миллионов тонн. Остальные макрозадачи – это удвоить производство мяса и молока. Много работы предстоит в производстве овощей в тепличном грунте. Очень много работы в садоводстве, в производстве фруктов. И это очень огромная задача. Она, наверное, задача не одного дня. Сегодня перед специалистами АПК стоит много важных задач. И в том, что они будут реализованы, сомневаться не приходится. Результаты этого года как никогда доказывают, что рязанцы любят и умеют работать. По жалобе рязанцев на несанкционированную торговлю вдоль жилых домов по улице Свободы мэр Олег Блеков дал поручение перенести стихийный рынок подальше от домов. Городские власти намерены упорядочить его работу. Самодельные прилавки и мусор доставляют неудобства местным жителям. Городские власти в очередной раз намерены упорядочить работу стихийного рынка около торгового городка. Жители окрестных домов не устраивают мусор и шум продавцов в отсутствии обустроенных торговых мест. Рынок по улице Свободы со стороны и впрямь – стихийная ярмарка. Несмотря на регулярные рейды сотрудников администрации и штрафные санкции за нарушение правил розничной торговли, продавцы продолжают устраивать торговые точки, ибо торговать здесь все же выгодно. А вот знаете, что хотят убирать отсюда, вот этот вот рынок? Ну, это уже воля властей. Расстроитесь? Конечно. Будете где-нибудь в другом месте продавать? Придется искать другое место где-нибудь. А вообще здесь удобно? Ну, нормально, удобно. А чем? Ну, чем? Народ проходит, вокзал, то все-таки. А если убирут, расстроитесь? Конечно, расстроимся. У меня пенсия маленькая, 8 тысяч. Всех загоняют в вонючие места. Вот когда вообще вот на Первомайке вот ходят. А вы на Первомайке хоть раз покупали там, где вот куда загонять? Там дышать нечем, вонят на. А тут свежо, хорошо и все видно. Здесь очень удобно. Проходит, народ проходит. Очень удобно тут. А часто покупают? А? Часто покупают. Да. Покупатели давно привыкли к такому соседству и видят в нем в основном все же положительные моменты. Да и прохожим торговые ряды не мешают. Скажи, пожалуйста, вот когда здесь хочешь, не мешает тебе вот этот рынок? Да нет. А покупаешь что-нибудь здесь? Нет, не обращаю внимания просто. Не мешает вот этот рынок? Нет. А вот говорят, что хотят его убрать. Что думаете по этому поводу? Ну, я считаю, людям все равно нужно где-то что-то купить. Нет, с работы идут, все тут покупают. И мне не мешают. А вот то, что хотят его убрать, расстроитесь по этому поводу? Да не сами, не мешают. Я здесь хожу на автобус. Да нормально. А сами покупаете здесь что-нибудь? Да. А если его вот отсюда уберут, расстроитесь? Плохо будет. Почему? Ну, а где еще покупать-то? Для нас это очень хорошо. Вот мы купим чего-нибудь, чего нам нужно-то. Тут нам устраивает нас. То есть он вам не мешает? Нет, нет, нет. А часто покупаете здесь? Да, каждый день. Удобно? Удобно, очень даже. Конечно, от стихийного рынка остается много грязи. А в то время, пока идут войны с незаконной торговлей и желанием продавцов продать побольше, а значит и заработать, на глазах разрушаются торговые павильоны. А ведь наверняка им стоит просто привести площадь в порядок, и всем найдется законное место. В период с 21 по 23 октября в Рязани прошел муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2015». В заочном туре приняли участие 35 педагогов города. В течение трех дней 12 конкурсантов приняли участие в открытом учебном занятии и публичном выступлении, а также предоставили на суд жюри презентацию «У меня это хорошо получается». Педагог не профессия, а призвание. И все же статус достойного специалиста необходимо подтверждать. В период с 21 по 23 октября в Рязани проходил очный этап всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Участники доказали, что именно они достойны статуса лучшей или заслуженной. Среди испытаний были такие, как открытые учебные занятия, презентации своих уроков и проектов и публичные выступления. На конкурсе молодые педагоги продемонстрировали свои творческие способности, артистичность, умение владеть формами, методами и средствами обучения. В первую очередь я стараюсь работать над подачей материала, потому что маленьких детей их нужно всегда в чем-то увлечь. Им невозможно просто дать факты в таком виде знания, в каком они есть. Всегда нужно как-то это приукрасить. И в своей самой презентации я говорила о том, что я использую метод урока путешествия. Когда дети погружаются в мир английского языка, например, с каким-то героем, знакомиться с ним, этот герой готовит для нас маршрут, задания. И дети с удовольствием следуют этому маршруту. И это их мотивирует к изучению английского языка. На базе 4-го лицея состоялось закрытие конкурса и подведение его итогов. Победителями и лауреатами стали Дарья Агеева, преподаватель английского языка школы номер 21, Дмитрий Зубенко, также учитель английского школы номер 16 и Мария Мордвинова, воспитатель детского сада номер 71. Я работаю в школе номер 21 в городе Рязани. Я являюсь сама выпускницей этой школы. И для меня особая честь прийти туда на работу. То есть в качестве учителя. Я об этом мечтала еще с детства. Лауреатам и победителям конкурса были вручены дипломы и денежные премии. На награждении также вручались специальные призы от Рязанской гордумы, регионального минобразования, Министерства молодежной политики, от администрации города и других организаций. Нехватка парковочных мест – одна из главных проблем современных городов. Машины оставляют во дворах и в неположенных местах, блокируя въезды и выезды. Альтернатива этому – платные автостоянки. Правда, данная услуга часто оказывается невостребованной. Рязанцы уже ощутили действие платных парковок в городе. В преимуществах и недостатках этой системы разбиралась наша съемочная группа. В торговом центре «Малина» подземная парковка работает со дня открытия. Здесь одно из самых оживленных мест города. Особенно много желающих оставить в этом районе свою машину в час пик. Однако не все посетители готовы воспользоваться данной услугой, несмотря на отсутствие платы в течение первых двух часов пребывания. Некоторые автомобилисты объясняют свое нежелание заезжать в подземку тем, что они приехали совсем ненадолго. Другие, наоборот, планируют оставить машину на более долгий срок. А тем временем вокруг «Малины» непрерывно ездят машины и образуются пробки. Два часа много, а когда на четыре часа уходишь, лучше поставить машину здесь, чтобы не платить. Если было четыре часа бесплатно, можно оставить здесь. Мы надолго. Мы бросаем машину надолго, и сейчас полдня будем гулять. Отдельная история с платной парковкой у вокзала «Рязань-1». Здесь уложен новый асфальт, установлено ограждение по периметру и ограничительные знаки. Таксисты, работавшие на предвокзальной площади, выведены за ее территорию и отнесены к району Малого шоссе. Первое время, поясняют водители, подобная мера вызывала у них возмущение. Однако сейчас они изменили свое мнение. Клиентов от устройства парковки меньше не стало. Такого мнения не разделяют автомобилисты. Они утверждают, что парковка практически пустует из-за высоких тарифов. Хотя здесь, как и везде, есть бесплатный лимит времени стоянки – 15 минут. В момент пребывания пассажирских поездов на стоянке собирается большое количество такси, водители которых за этот промежуток времени должны посадить в автомобиль пассажиров, загрузить багаж и покинуть территорию через электронный шлагбаум. Парковка превращается в хаотично движущийся поток авто и беспрерывный сигнал клаксонов. Возмущаются еще некоторые из-за того, что такие своевременно неоплачиваемые, которые стоят, устраивают тут затор, большая пробка получается. И те, которые не успевают на эти бесплатные минуты, они, в принципе, и возмущаются из-за того, что как так мы простояли здесь, из-за того, что скопилась очередь, нас обвиняют в этом, то, что очередь такая скопливается, и устраивают всякие такие кричалки. Работы по благоустройству при вокзальной площади велись за счет частного инвестора. Представитель фирмы разъяснил, что основная проблема – возмущение кроется в обыкновенной необходимости привыкнуть к новой системе работы парковки. Примером тому могут быть аэровокзалы столицы, где пассажирский и автопоток в разы превышает рязанский трафик. Ведь, несмотря на такой недостаток, как оплата парковки, здесь есть и ряд преимуществ. Например, охрана безопасности, оставляемых авто и надлежащий внешний вид первой площади города. Тем более, при предъявлении билета на пункте охраны цена за стоянку существенно ниже. С 350 она изменяется до 100 рублей за сутки парковки. Ученые пришли к мысли, что именно способность человеческой кисти сжиматься в кулак отличает нашу руку от руки обезьяны. Ни у одной из представителей приматов такой способности нет. По их мнению, в первую очередь, сила эволюции подарила человеку кулак для того, чтобы бить. Правда, в современном мире интеллект любителей разобраться с помощью кулаков от обезьяны отличается не сильно. Порой словесные перепалки автолюбителей на дорогах перерастают в драку. Причем это касается не только мужчин, но и женщин. К сожалению, нервное напряжение, раздражительность, агрессия – это бич современного мира и самая настоящая беда. Не уступил дорогу, в ход идут сначала брань, а потом и кулаки. И самое ужасное, что водитель, который полез в драку, до последнего считает себя правым. Думает, что таким поведением показывает свое превосходство. Были и случаи причинения серьезных увечий. Пару лет назад был подобный случай. Две девушки в московском районе города Рязани не поделили парковочное место. И одна другая нанесла тяжкое увечье. То есть у девушки было обезображено лицо. Такой вот факт. Две автоледи не поделили парковку. В Рязани таких случаев зарегистрировано немного. Но, увы, это не потому, что побоище на дорогах у нас редкость. Просто довольно часто пострадавший никуда не обращается, не пишет заявление. И тому, кто завязал драку, все сходит с рук. А безнаказанность позволяет и дальше распускать кулаки. В таких случаях я бы посоветовала не отвечать на агрессию. Ну, либо заблокироваться в автомобиле. То есть избежать вообще прямого контакта с агрессивным человеком. И незамедлительно вызвать сотрудников полиции. В прошлом месяце в соцсети «Контакт» появилось видео о том, как на площади Победы в Рязани двое водителей подрались на проезжей части. В результате один из них ударил второго ножом. Буквально месяц назад такой случай имел место конфликт между водителем маршрутки и водителем такси. Там имело место ножевое ранение. Несерьезное, незначительное, но тем не менее сам факт конфликта и расследование по данному факту проводилось. И также подозреваемый был задержан. Стоит отметить, что не нужно легкомысленно относиться к подобным ситуациям. Даже несмотря на стресс, усталость, плохое настроение и жизненные неурядицы, пожалуйста, оставайтесь людьми. Не нужно махать кулаками, доказывая свою правоту. В них правды нет. Царапины на машине можно закрасить. Гораздо хуже, когда они на теле. В Рязанском медицинском университете открыли музей. Его экспозицию посвятили знаменитому рязанцу академику Николаю Кравкову. Первыми экскурсантами стали ведущие специалисты и фармакологи России, представители крупнейших научных центров и университетов России и Белоруссии, которые работают в эти дни на конференции, посвященной 150-летию знаменитого академика. О достижениях современной фармакологической науки говорят в Рязанском государственном медицинском университете имени Павлова. 22 октября в стенах вуза стартовала Всероссийская конференция молодых ученых, посвященная 150-летию со дня рождения академика Николая Кравкова. Здесь, в рамках конференции, открыли музей, посвященный знаменитому рязанцу. Важно, чтобы сюда приходили школьники, приходили студенты других вузов. Мы, безусловно, не должны забывать наших земляков. Мы должны помнить это, безусловно, музей, дать памяти нашему великому земляку Николаю Кравкову. Динара Узбекова – доктор медицинских наук и профессор фармакологии университета. Посвятила изучению жизни академика более 30 лет. Свой труд она публиковала в биографической книге о Николае Кравкове, и именно ее наработки положили начало созданию музея. Для университета это большое значение. В год 150-летия Николая Павловича Кравкова открытие такого музея – это просто история. Дело в том, что этот музей будет предназначен и для гостей, которые будут приезжать сюда, и для студентов, которых мы будем привозить в эту комнату. Они будут изучать труды Николая Павловича Кравкова, его вклад в мировую и отечественную науку. Сама профессора признается, что заинтересовалась научной деятельностью академика еще в далеком 1982 году. Будучи юной студенткой, она получила задание написать доклад об известном ученом. Тогда кафедра фармакологии еще только зарождалась. Мне очень нравится выражение Николая Павловича Кравкова. Эти слова он произносил в последней своей лекции, как напутствие студентам. В трудные минуты вашей жизни, при невзгодах и душевном смятении, уходите в науку, и это поможет вам обрести душевное равновесие. Особую ценность представляет для музея мундир Николая Кравкова. Он был выполнен в Москве по индивидуальному заказу, а ордена предоставили родственники ученого. Николай Кравков родился в Рязани 150 лет назад. Он известен как основоположник отечественной фармакологии. Автор первого учебника по фармакологии, который выдержал 14 изданий. По нему училось первое поколение врачей. Кравков – автор революционных для своего времени методов, которыми пользуется до сих пор. В их числе создание внутривенного наркоза, который впоследствии назвали русским наркозом. Кравков заведовал кафедрой фармакологии военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Научная школа и поныне продолжает его идеи. День рождения отмечают нейлоновые чулки. Именно 24 октября 1939 года в одном из магазинов американского города начали продаваться чулки фирмы «Дюпон». Женщины мечтали обладать этим модным элементом одежды, поэтому за несколько часов было продано более 700 тысяч экземпляров. Первыми женщинами, которые смогли насладиться инновационными чулками, стали сотрудницы чулочных фабрик. Олеся Харлина подробнее расскажет о том, на что не жалеет денег даже самая экономная представительница прекрасного пола. Все-таки чулки – это удивительный предмет женского гардероба. Когда они впервые поступили в продажу, ажиотаж среди прекрасной половины человечества был такой, что нетерпеливые дамы надевали их прямо на улице. О создании нового синтетического материала, придающего прочность и эластичность любой ткани, в 1938 году объявила всемирно известная химическая компания «Дюпон Данимур». Презентацию провели с «Шиком» на выставке в Нью-Йорке. Одна рекламная компания, чего стоило, перед входом в павильон, стоял 12-метровый манекен, одетый в нейлоновые чулки. Уже тогда этот предмет из нейлона был объявлен революционной одеждой будущего. Удивительно, но его приравнивали по значению к изобретению двигателя внутреннего сгорания, радио и телефона. Рекламные агенты бесплатно раздавали презентационные экземпляры женщинам и говорили, что носить чулки из шелка, а не из нейлона, все равно, что менять автомобиль на лошадь. Удивительно, но первая партия этого товара поступила на прилавок одного из магазинов лишь спустя почти год. Но зато уже через полгода в Нью-Йорке только за один день было продано 5 миллионов пар чулок. Да, изобретенный нейлон совершил прорыв в текстильной отрасли. Компания «Дюпон», сотрудником которой был ученый, обогатилась на миллиарды долларов. По сравнению с шелковыми, они хорошо тянулись, не теряя формы, не сползали и не морщились. Облегая ногу, стойко переносили мороз и влагу. Только женщины поймут глубину высказываний, что невозможно покорить мир, если на тебе сползают колготки. А в красивых ажурных чулках ужин можно чуть-чуть не досолить. Так что, уважаемые мужчины, не надо спрашивать, сколько стоят чулки. Этим товаром нужно просто любоваться на стройных ножках ваших спутниц. Новый бренд супермаркетов «Да» представляет собой новую торговую сеть, основателем которой является компания «Окей». Магазин будет работать в формате «У дома» и предоставлять каждому покупателю быстро и экономно совершать покупки каждый день. 22 октября в Рязани открылся еще один супермаркет «Да». Новый супермаркет открыл свои двери для покупателей на улице Вокзальной. Как заявляет компания «Да» – это совершенно новый для России формат супермаркетов. Называется он «Дискаунтер» и предполагает магазин формата «У дома». Покупателю должно быть удобно прийти в любое время и закупить товары, которые ему необходимы в первую очередь. Здесь просторный зал, современное оборудование, а главное – тщательно подобранный ассортимент, который включает любимые бренды, а также товары под собственными торговыми марками. У нас есть определенная матрица, в которой собраны только топы продаж, только те продукты, которые пользуются наибольшим спросом у покупателя. Именно такие продукты покупатель может купить в нашем магазине. Молочные продукты поставляют на полке магазина рязанские фермеры, а собственная пекарня балует покупателей разнообразием выпечки. Здесь, кстати, можно приобрести к столу помимо традиционных багетов батон русского хлеба с клюквой и другими начинками. Оформление нравится, ассортимент хороший. Вообще все хорошо. Ой, впечатление огромное. В общем, здание большое. На прилавках все есть. Компания сети супермаркетов «Да» сокращает длину цепочки производитель поставщик прилавок. За счет этого покупатели есть доступ к товарам по максимально низким ценам каждый день. Кроме того, у нас есть наши основные козыри, которыми мы очень гордимся. Это хлеб собственного производства, это молоко, которое, кстати, производится рязанскими фермерами, плюс овощи-фрукты и, безусловно, мясная продукция, которая закупается у наших российских фермеров. Кстати, это уже второй супермаркет сети. Первый магазин работает на улице Станкозаводская, дом 32, в торговом центре «Квартал». На этом у меня все. Все новости смотрите на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok